Добрый день. Так, пожалуйста, слушаю. Как будет развиваться ситуация на Украине, зависит от самой Украины, от украинского народа. Владимир Владимирович, пожалуйста, давайте последний вопрос, пожалуйста. Добрый день, Андрей Корзин, агентство ТАСС. Буквально последние несколько дней в Европе особь стал кризис, связанный с беженцами. Ситуация достаточно напряженная. Какова Ваша оценка происходящего, почему это происходит и как Вы считаете, что будет дальше? Вы знаете, мы говорили об этом уже много раз и давно. Я считаю, что это абсолютно ожидаемый кризис. Но вот если Вы вспомните, поднимите архивные какие-то документы, мы в России, и Ваш покорный слуга, и я, в частности, несколько лет назад, мы так и говорили, что будут большие, крупномасштабные проблемы, если наши так называемые западные партнеры будут проводить ту ошибочную, как я всегда говорил, политику, внешнюю политику, особенно в регионах мусульманского мира, в регионах Ближнего Востока, в Северной Африке, которую они проводят практически до сих пор. Что это за политика? Это навязывание своих стандартов, не учитывая ни исторических, ни религиозных, национальных, культурных особенностей этих регионов. Это, прежде всего, политика, конечно, наших американских партнеров. Европа слепо следует за этой политикой в рамках так называемых союзнических обязательств, а потом сама и несет нагрузку. Я с удивлением смотрю сейчас на то, как некоторые американские средства массовой информации критикуют Европу за избыточную, как они считают, жесткость по отношению к мигрантам. Но Соединенные Штаты не несут такой нагрузки с миграционным потоком. А Европа, следуя, слепо считаю, следуя американским указаниям, теперь несет такую серьезную нагрузку. Но это я говорю не для того, чтобы сказать, что какие мы умные и какие наши партнеры оказались недальновидные, не для того, чтобы кого-то пощипать, а нужно понять, что делать. Что же делать? Ответ тоже очень простой. Первое. Нужно вместе, я хочу это подчеркнуть, вместе бороться с терроризмом, с экстремизмом в самых разных мастей и прежде всего в проблемных странах. После решения вот этой кардинальной проблемы, а без ее решения двигаться дальше вообще будет невозможно, ну как можно двигаться дальше в тех регионах, которые контролируются так называемым исламским государством? Ну невозможно, там люди бегут оттуда, они уничтожают сотни тысяч людей, взрывают памятники культуры, заживо сжигают людей или топят их, голову отрезают живым людям. Ну как там жить? Конечно, люди оттуда бегут. Так вот, нужно первое, вместе эффективно бороться с терроризмом и экстремизмом. Второе, нужно восстановить экономику этих стран и социальную сферу. И только таким образом, относясь с уважением к истории, традициям, к религии этих народов и этих стран, восстановить там государственность и оказать им масштабную экономическую и политическую поддержку. Вот если мы объединим все усилия на этих направлениях, то тогда мы добьемся положительного результата. Если будем действовать разрозненно и будем спорить между собой по поводу квазидемократических принципов и процедур на каких-то территориях, то это нас заведет в еще больший тупик. Но я надеюсь все-таки на позитив и на объединение усилий со всеми нашими партнерами. Владимир Владимирович, можно подключить по поводу проблемы с государством, по поводу, потому что из страны России выдают договоры о том, что не нужно создавать общественную кризисную традицию. И американцы тоже к этому призывают. Мы предпринимаем определенные шаги, причем делаем это публично. Я еще раз, если вас интересуют детали, могу еще раз об этом сказать. Мы действительно хотим создать некую коалицию международную по борьбе с терроризмом и экстремизмом. В этих целях мы проводим консультации с нашими американскими партнерами. Я лично разговаривал по этому вопросу по телефону с президентом Соединенных Штатов Обамы. Я говорил по этому вопросу с президентом Турции, с руководством Саудовской Аравии, с королем Иордании, с президентом Египта, с другими нашими партнерами. По линии военных ведомств мы поддерживаем контакты. И совсем недавно в Москву съезжались руководители генеральных штабов стран, близлежащих к этим конфликтам. Мы продолжаем политические усилия по объединению, по созданию некой коалиции. Если сегодня невозможно, что называется, организовать совместную работу прямо, скажем, на поле боя между всеми заинтересованными в борьбе с терроризмом странами, то хотя бы необходимо наладить какую-то координацию между ними. Мы пытаемся и предпринимаем усилия в этом направлении. И первые шаги показывают, что в целом, в целом, в общем, это, на мой взгляд, возможно. Конечно, мы знаем, что есть разные подходы к событиям в Сирии. Кстати, говорят, бегут-то люди не от режима Башара Асада, а бегут от ИГИЛ, который захватил территории, в том числе значительные территории в Сирии и в Ираке. Просто там зверствуют. Вот и бегут люди оттуда. Но мы понимаем, что необходимы и политические изменения. Мы ведем работу и с нашими партнерами в самой Сирии. И в целом есть понимание, что вот это объединение усилий в борьбе с терроризмом должно идти параллельно с неким политическим процессом в самой Сирии. И президент Сирии, кстати говоря, с этим согласен. Вплоть до проведения досрочных выборов, скажем, в парламент, принятия, налаживания контактов с так называемой здоровой оппозицией, привлечения их к управлению. Но это, прежде всего, вопрос внутрисирийского развития. Мы всячески ничего не навязываем, но готовы способствовать этому внутрисирийскому диалогу. Заянчик, уточнение по этой теме. А Россия готова участвовать в военной операции, если коалиция сложится? Тем более мы несем некую моральную ответственность, если Бегил есть россиянин. Готовы ли же, тем более некоторые СМИ уже пишут, что наши авиации туда перебрасывают. Вы знаете, ну это отдельная тема, да, и мы видим, что сейчас происходит, скажем, американская авиация наносит определенные удары, пока эффективность невысока этих авиаударов. Но говорить о том, что мы вот готовы сегодня это сделать, пока говорить об этом преждевременно. Но мы и так оказываем в Сирии достаточно серьезную поддержку и техникой, и подготовкой военнослужащих, вооружением. У нас большие контракты в Сирии были подписаны еще лет 5-7 назад. Мы их все исполняем в полном объеме. Так что мы рассматриваем разные возможности, но пока то, о чем вы сказали, еще у нас на повестке дня не стоит. Мы будем вести консультации и с нашими сирийскими друзьями, и со странами региона, я уже сказал, с кем мы обмениваемся мнениями по этому вопросу, и с кем ведем диалог. Все? Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо.